Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. О событиях в крае его столицы вам расскажут наши корреспонденты. Мы ведущие выпуска Станислав Тетерятник и Дарья Белова. Далее о главных темах. Коммунальное уравнение. Насколько вырастут тарифы для населения региона? Необходимое обновление. Завершается ремонт краевой детской клинической больницы. Что было перечислено в тех заданиях, мы все это сделали с опережением графика даже. По новым правилам. Как сборная края по художественной гимнастике выступила на чемпионате Сибири? До 25 марта руководители всех регионов страны, в том числе Алтая, должны внести предложение по улучшению ситуации в сфере ЖКХ. Такое решение было принято правительством России после волны негодований в обществе из-за введения нормативов на общедомовые нужды. Как поставленную задачу планируют выполнять власти края и каким будет летний рост тарифов для населения региона, расскажет Елена Макаренко. Введение новых нормативов потребления и обоснованность роста коммуналки правительство страны обещает проанализировать к маю. После этого мораторий на ОДН власти регионов постепенно отменят, а выплаты за общедомовые нужды, возможно, несколько сократят. Правда, в этом случае снижение квартплаты коснется лишь части населения, жителей многоквартирных домов, не оснащенных общедомовыми приборами учета. А вот плановое июльское удорожание тарифов неизбежно для всех. С 1.07.2013 года стоимость тепловой энергии увеличится в среднем на 9,6%, услуги водоснабжения на 5,6%, централизованного в отведении на 9%, природный жизненный газ подорожает на 15%. Электроэнергия для населения и приравнил к нему категории потребителей на 13,5%. Власти края заверили, очередной рост цен на коммунальные услуги не должен превысить 12% и обязали профильные ведомства ужесточить контроль за повышением тарифов. Упростить процесс сбора и анализа начислений за коммуналку должно помочь внедрение единой информационно-аналитической системы. Ноу-хау, позволяющая вести общий документооборот и контролировать формирование тарифов во всех организациях ЖКХ и на всех уровнях власти, уже внедрили в ряде регионов страны. На Алтае новшество должно заработать в полную силу этим летом. Должны этот механизм запустить, мы должны научить всех этим пользоваться ресурсом. И у ваших коллег, в первую очередь, в управлении ЖКХ, и должны это же уметь делать, иметь доступ и работать с этими данными. Ваших коллег, в управлении жилищно-коммунального хозяйства в муниципалитетах, это же для них. И все это должно работать. А пока руководство Алтая готовит предложение по улучшению ситуации в сфере ЖКХ. Известно, что до федерального уровня власти планируют довести несколько инициатив, главный из которых – уменьшение расходов населения за ОДН и введение четкого определения понятий «общедомовая площадь помещений». Одобрят ли эти изменения в Москве, станет известно через месяц. Елена Макаренко, Павел Лауронин. Наши новости. Медицинские учреждения Барнаула постепенно обновляются. Дошла очередь и до Краевой детской клинической больницы. На финишную прямую вышел ремонт двух отделений. Каких именно, вы узнаете уже сейчас. О готовящихся приемах пациентов в покоях расскажет наш корреспондент Алексей Янкин. Ремонт приемного отделения завершается. Остались в штрихе. Строители довольны. План опередили. На премию можно рассчитывать. Люди в белых халатах тоже рады. Приемный покой, самое посещаемое место в больнице, честно говоря, давно просил обновления. Виталий Оглоблин с удовольствием рассказывает о том, как его отделение хорошеет и какая мебель скоро появится на месте, где сейчас еще лежит инструмент рабочих и остатки стройматериалов. Что было перечислено в тех заданиях, мы все это сделали. С опережением графика даже. Средства на капитальный ремонт приемного покоя, а это 7 миллионов рублей, больница получила благодаря региональной программе модернизации здравоохранения. Принять юных пациентов в обновленном помещении скоро сможет и отделение онкогематологии, рассчитанное на 30 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет. Два месяца здесь кипит работа, и месяц остается до завершения капитального ремонта. По большому счету осталось доделать пол и потолок. Это принципиально капитальный ремонт. Как вы видите, вверху была проведена приточно-вытяжная вентиляция, что принципиально важно для отделения нашего профиля, конкретно для лечения детей в иммуносупрессии, то есть для онкологических детей на химиотерапии. В капитальный ремонт отделения онкогематологии было вложено 12 миллионов рублей, благодаря все той же программе модернизации. Необходимое обновление, говорят врачи, позволит на порядок улучшить оказание медицинской помощи. Не только внутри, но и снаружи меняется краевая детская клиническая больница. Похорошел и фасад. Совсем недавно он стал керамогранитным. Алексей Янкин, Александр Морозов. Наши новости. На станции переливания крови в Рубцовске завершился монтаж нового оборудования стоимостью свыше 30 миллионов рублей. Яна Писарева узнала, в чем его уникальность и необходимость. Безопасные условия хранения плазмы создаст новое оборудование. В рамках программы модернизации здравоохранения Рубцовская станция переливания крови приобрела новую холодильную установку. Стоимость новинки – 31,5 миллион рублей. Но, как говорят медики, она того стоит. До настоящего момента у нас не существовало несколько камер по станции, где хранилась плазма. Теперь она будет храниться в современной камере. Доступ в камеру только определенный круг у людей, имеющий специальные именные карточки магнитные. В базе данных будет фиксироваться каждый, кто заходит в камеру. Это делается для повышения безопасности. Кроме того, новая установка гораздо вместительнее, чем холодильники старого образца. В новой холодильной установке может храниться до 7,5 тонн плазмы. Температура здесь 30 градусов ниже нуля. Очень холодно. При этом плазма находится под постоянным мониторингом. На выведенном за пределы камеры компьютеры фиксируются все необходимые параметры. Показана температура, влажность. И при аварийной ситуации здесь, на этом мониторе, загорается специальный сигнал, который указывает, что случилось, чтобы было возможно принять экстренные меры. Инженеры станции уже научились обращаться с установкой, так что теперь кровь будет находиться в надежном месте под надлежащим присмотром. Яна Писарева, Евгений Козаев. Наши новости. Обучать, воспитывать и всесторонне развивать. Основные проблемы, с которыми сталкиваются выпускники СУЗов и возможные пути их решения за круглым столом обсуждали представители общественной палаты Алтайского края. Юлия Филатова подробнее. Строительное училище номер 16 недостатка в абитуриентах не испытывает. Здесь готовят профессионалов по весьма востребованным специальностям. И поступают вчерашние школьники сюда не потому, что не прошли испытания в ВУЗ. Работу строителя, сварщика или каменщика ребята выбирают сознательно. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудование. Оно востребовано на рынке труда. Хорошая заработная плата. Уверен, что меня трудоустроят после окончания училища. Однако не во всех профессиональных учебных заведениях складываются благоприятные условия с трудоустройством. 16-е училище – лишь передовое исключение. А сама проблема, куда пойти работать выпускнику, стоит в числе лидирующих в молодежной политике. Члены Краевой общественной палаты в ходе заседания обозначили целый ряд сложностей, которые возникают еще на этапе освоения профессии. Например, качество подготовки, материально-техническая оснащенность учреждения, возможность творческой реализации учащихся. И решать их нужно на высоком, даже законодательном уровне. Молодые люди должны почувствовать, что в стране образовался климат, который направлен на использованные их энергии и таланты. Должен появиться драйв, уверенность в себе, что они живут в обществе, у которого есть будущее, и это будущее связано с ними. Если это появляется, значит общество модернизируется. Участники круглого стола проанализировали роль молодежи в модернизации края. И еще раз отметили, именно от молодого поколения зависит будущее нашего общества и региона в целом. Поэтому условия, в которых сегодня развивается молодежь, в том числе и рабочая, особенно важны. У нас есть целый ряд программ, которые ориентированы на вузы. У нас есть целый ряд различных проектов или разных инициатив, которые связаны именно со студенческой молодежью. А рабочая молодежь иногда остается в стороне. И вот для того, чтобы этот крен хотя бы немножко исправить, сейчас идет попытка показать, что вот, смотрите, здесь тоже живые ребята, и они тоже на многое способны, и они тоже интересны. Юлия Филатова, Николай Шелков, Наши новости. Не оставить без дворца, ни синицу, ни скворца решили сотрудники Рубцовской картинной галереи имени Тихонова и объявили специальную акцию. Что из этого получилось, смотрите в следующем сюжете. Столер Сергей вносит последние штрихи в создание скворечников. За годы работы в картинной галерее, чего ему только не приходилось делать из дерева. А вот мастерить домики для птичек довелось впервые. Дело в том, что скворечники нужны для воплощения в жизнь очередного проекта галереи. Наш проект предусматривает две цели. Во-первых, это не оставить без дворца ни синицу, ни скворца, как изначально называется наш проект. И вторая задача – создать некий арт-объект, где бы могли и детки, и взрослые пофотографироваться, покормить птиц. И, в общем, организация такого небольшого места отдыха для наших горожан. Поучаствовать в проекте пригласили учебные заведения города. Некоторые школы сразу откликнулись и уже принесли свои скворечники. Тем временем, картинная галерея тоже решила не оставаться в стороне. Сейчас в картинной галереи находятся 20 скворечников. Эти маленькие шедевры решили разместить в одном месте. Как только растает снег, домики для птичек установят в городских парках. Желающих присоединиться к акции ждут в картинной галереи до конца месяца. Кстати, авторов лучших скворечников пообещали наградить. Яна Писарева, Евгений Козаев. Наши новости. Таким был этот день глазами наших корреспондентов. На очереди новости спорта и прогноз погоды. А зрители Краевой столицы еще увидят рубрику «Надежда на чудо». Мы, Дарья Белова. И Станислав Тетерятник. Благодарим вас за внимание. До свидания. Где тот источник радости, который окрыляет, который устремляет к лучшему и пробуждает новые чувства. Он в тебе. Алтайский источник. Источник радости. Спонсор спортивной рубрики «Артезианская вода». Алтайский источник. Телефон доставки 570-570. Диспенсер бесплатно в пользовании. Здравствуйте. Борец Александр Кругов. Победитель всероссийского турнира в Томске. Представитель новоалтайского клуба «Чемпион». Сильнее других в весовой категории до 74 килограммов. Причем в финале его соперником был земляк и одноклубник Рустам Синдиков. Теперь Кругов мастер спорта. Среди алтайских спортсменов, поднявшихся на пьедестал, также Давид Мушигян, категория до 60 килограммов, и Денис Коншин, 55. Оба из краевого ученища Олимпийского резерва. Оба борца заняли третье место. В эти минуты в спорткомплексе Победа идет матч «Алтай-баскет» «Красный октябрь». Вашему вниманию представление соперника и полезные статистические данные. Ну, во-первых, в 90-е годы команда называлась «Аквариус», затем «Динамо Автодор». Новая баскетбольная страница открылась в Волгограде всего лишь минувшим летом, когда 34-летний бизнесмен, директор металлургического завода «Красный октябрь», создал на свои личные деньги клуб, заявившийся сразу вот сюда, в Суперлигу. В первом круге на Волге «Алтай-баскет» сенсационно уступил 65-69, хотя большинство специалистов отдавали победу именно барнаульцам. Сегодняшний матч единственный в туре, перенесенный, ведь в назначенный срок баскетболисты «Красного октября» не прилетели в Барнаул из-за погодных условий. В Волгограде был сильный туман. Пока соперники находятся на 10-м и 12-м местах таблиц Суперлиги, наши повыше статистика мартовских встреч «Алтай-баскета» – две победы и поражения. Репортаж ждите завтра вечером. Сборная Алтайского края по художественной гимнастике стала пятой на чемпионате Сибири из девяти существующих регионов округа. Кемеровский чемпионат посетила команда, сформированная на базе учащихся Дю США «Жемчужина Алтая», занявшая самое высокое свое место в групповом первенстве по программе мастеров спорта «Четвертая». Напоминаю, в гимнастике сейчас новые правила – больше танцевальных движений добавилось. Горнолыжный спорт. На Кубке губернатора Ленинградской области барнаульца Александр Каленкин и Михаил Хавронов стали золотым и серебряным призерами в дисциплине «Специальный слалом». Во второй день на верхнюю ступень педестала уже поднялся Хавронов, а второе место занял Дмитрий Белов. Сам кубок по итогам двух дней получил сборная Санкт-Петербурга на второй позиции в старшей группе «Алтайский край». Сейчас 14 воспитанников с дюшер горной лыжи находятся на турнире в Италии. Зима сковывает лужи, но мы-то знаем, что уже весна. Время прогноза погоды. До свидания. Время – удивительная вещь. Если мы чего-то сильно-сильно ждем, оно идет очень медленно. А когда пытаемся задержать мгновение, летит неумолимо быстро. Измеряется годами, неделями, днями, а еще беспощадно к нам. В особенности к тем, для кого каждая минута дорога, потому что может стать последней. В центре внимания нашей рубрики «Сегодня» семьи с разными историями и судьбами, но для которых время одинаково дорого. В барнаульской семье Беляковых Анечка младшая. Ей три годика. Очень активная и подвижная девочка по хозяйству управляется уже без помощи мамы. Больше всего ей нравится готовить игрушечную еду и кормить своих многочисленных мягких друзей. Без ее заботливого внимания не остаются ни кукла, ни чебурашка, ни мама. Дело в том, что силы на эти домашние хлопоты взялись у Ани благодаря наступившему облегчению после перенесенных курсов химиотерапии и операции по удалению опухоли. У девочки нейробластома забрюшинного пространства четвертой степени. Когда Анечка уже прошла восемь курсов химиотерапии, это вот максимум по применяемому у нас протоколу, удалось нам добиться направления в Москву, в клинику Рогачева. Там ей сделали операцию, то есть опухоль удалось убрать на 95%. Обследования, которые провели в Москве, показали, что у нее есть метастазы в костях, метастазы в грудной клетке. Ну и в общем в Москве сказали, что помочь нам ничем не могут в такой ситуации. А не требуется пересадка костного мозга и еще несколько курсов химии. Это готовы провести английские врачи. Мама девочки уверена, надежда на жизнь есть, в Лондоне нужно только успеть собрать средства на лечение дочки. Сумма необходима колоссальная, больше 13 миллионов рублей. Там, где не смогли помочь, к сожалению, у нас в стране, могут помочь за границей. Шансы на выздоровление есть. Я думаю, шанс нужно дать ребенку. Поэтому я обращаюсь ко всем людям, помогите нам, пожалуйста. А еще Анечка очень любит рисовать, пока не совсем получается, но ведь все впереди. И кто знает, может в будущем ее ждет профессиональная кисть и холст. Главное выкарабкаться, побороть страшный недуг, который с каждым днем ухудшает состояние жизнерадостной девочки. Мама со страхом ждет наступления новых суток. Ведь облегчение, которое сейчас переживает ее малышка, в любой момент может пройти. Я твоя маленькая девушка. Хочу дарить тебе свое тепло. Я всегда буду рядом с тобой, потому что я люблю тебя. Очень-очень. Сегодня Аню Белякову снова положили в отделение онкогематологии детской больницы. Чтобы поддержать маму и девочку, в школе номер 114 организуют благотворительное мероприятие. Это будет концерт с участием творческих коллективов и ярмарка поделок школьников. Равнодушным не останется никто, ни коллектив школы, ни учащиеся в нашей школе. То есть каждый внесет какой-то вклад. Не обязательно это надо будет выступить на сцене. Это могут быть и какие-то организаторские моменты. Концерт состоится 16 марта в актовом зале школы по адресу улица Панфиловцев, 8 в 11 часов. Ярмарка будет проходить с 10 утра до 13 часов дня. Свою частичку добра можете принести и вы. А все собранные средства будут переданы семье Беляковых. Шестилетний Никита из села Смоленского, как и большинство мальчишек, любит стрелялки, футбол и телевизор. Но из-за постоянных носовых кровотечений погонять мяч на улице случается очень редко. У мальчика врожденный дискератоз. Редкое тяжелое заболевание, при котором повреждается структура костного мозга и вырабатывается недостаточное количество тромбоцитов. Чтобы поддерживать организм ребенка, нужно дорогостоящее лечение препаратом динозол. На годовую терапию необходимо 60 тысяч рублей, собирать которые семья уже просто не в силах. У папы с мамой, помимо Никиты, еще две дочки. И когда мы вот сейчас вот начали принимать, да, уже больше полугода прошло, прям заметно лучше анализы поднялись. Препарат очень дорогой. И первое, что как бы, да, нам сказали в Москве, что вам нужно именно это попробовать. Если оно будет работать, это лекарство, то вы будете сидеть и год, и два на нем, да. Ну и, в общем говоря, сложно приобрести этот препарат, можно так сказать. Рубцовчанин Артем Дробышев уже давно не улыбается. Разучился это делать несколько лет назад. Врачи поставили ему диагноз – постпрививочная нейроиммунная инфекция. Из-за этого организм ребенка переживает страшные последствия. Поражен головной мозг, и сейчас Артем отстает от своих сверстников. Ему пять лет, но по развитию он похож на годовалого малыша. С каждым днем болезнь прогрессирует, принося мальчику нестерпимую боль. Прошлым летом мама возила Артема в столицу, где врачи сотворили чудо. Ребенок стал понимать окружающих, откликаться на речь, и в семье появилась надежда. Сказали, можно вылечить. Вот я начала в другие больницы, как бы, обращаться, в институт исследования головного мозга человека в Петербург. Они нам отказали. То есть, как бы, многие вообще отказали. В Израиле многие отказывали. Ну, в Германии отказали. Ну, сказали, что не видим смысла вам помочь. Немецкие специалисты готовы помочь Артему, но не безвозмездно. Требуются большие средства, которых семье просто не заработать. 30 тысяч евро. В германской клинике уже планируют обследование и не исключают операцию. Самое страшное, что счет в европейскую клинику должен быть оплачен до 15 марта. Иначе на лечение Артем не попадет. Времени остается не так много, а собрана лишь половина суммы. У всех этих ребятишек, таких разных по интересам и увлечениям, есть одно общее – желание жить и надежда на скорейшее выздоровление. Совместными усилиями, оказав помощь, мы вместе способны подарить целую жизнь, оправдать надежду. Прямой телефон проекта «Надежда на чудо» 69 16 56. А еще время измеряется в минутах жизни – счастливых, радостных или не очень. И часто страшные болезни указывают свою цену времени, заплатить которую – значит обрести шанс на спасение. Юлия Филатова, Александр Морозов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин